Одна из основных причин совершения подростками правонарушений – это недостаточно организованный досуг, непродуктивное использование времени, отсутствие личных интересов. Как известно, занятие спортом может стать сильнейшим стимулирующим фактором при формировании волевых и моральных качеств ребенка. В Мордовии главным спортивным мероприятием для несовершеннолетних подростков является спартакиада «Старт и надежд», которая проходит уже в десятый раз. Одной из главных задач спартакиада – приобщить этих детей к занятиям физической культуры. Может быть, даже не спорт, но физической культуры. Систематическим занятиям. И вот так получилось. Мы проводим какую-то свою статистику. За последние 4 года 24 человека у нас пришли заниматься в спортивной школе. Вот, в общем-то, это, я думаю, основной итог нашей работы. Перед тем, как выступить на республиканском финале, в рамках спартакиады прошли состязания зональные. В главный турнир пробились 6 сборных. Это команды Ленинского, Чамзинского, Ордатовского, Рузаевского, Торбеевского и Ковылкинского районов Мордовии. Все команды примут участие в 6 видах спорта. Это легкая атлетика, в которую входят 4 беговые дисциплины, настольный теннис, стритбол, армрестлинг, мини-футбол и перетягивание каната. Я думаю, что проигравших в этих соревнованиях не будет. Они все себя попробуют, посоревнуются за честь своего района, своего образовательного учреждения. Я думаю, что вот, если вот прибавится 5-6 человек после вот этих соревнований, придут в спортивную школу просто заниматься, в соренажерный зал, да просто будут участвовать в школьных соревнованиях за честь класса, я думаю, будет это главная победа. В итоге победителями спартакиады «Старты надежд» стали подростки из Ордатовского района. Представители Рузаевки вторые замкнули первую тройку ковылкинцы. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.